Уйти или остаться? В условиях пандемии этот вопрос для предпринимателей стал совсем не риторическим. Уроки локдауна для некоторых оказались весьма суровы. Выигрыши оказались самые мобильные. Те, кто уже успел полностью или частично освоить режим онлайн. Развитие предприятий в условиях пандемии, инструменты для контроля сотрудников и обратной связи с клиентами, цифровизация бизнеса и работа по франшизе. Все эти вопросы обсудили на форуме «Смарт-бизнес-форум». Я думаю, что пандемия всем показала, что необходимо уходить в цифру. Потому что многие наши клиенты, кто оказались все же уже в цифре до самой пандемии, отлично себя чувствовали, когда там всех закрыли. Все бизнесы позакрывали, многие клиенты ушли в интернет, все боялись выйти на улицу. И многие продолжают делать покупки в интернете. То есть им в принципе это становится удобно. Два дня предприниматели из Сибири и Москвы обсуждали ключевые проблемы малого и среднего бизнеса и пути их решения. В условиях локдауна многие продвинутые предприниматели ушли в онлайн. Общались друг с другом удаленно. В ход пошли Zoom, Skype и WhatsApp. Сейчас, когда обстановка позволяет собраться в офлайн с соблюдением санитарных требований, то многие использовали этот шанс для общения. Эти форумы как раз ключевое идет, когда люди наголодались, как бы ушли с онлайн и могут встретиться оффлайн, обменяться какими-то контактами, это же нетворкинг, это определенное развитие, где люди могут познакомиться с разного бизнеса и друг друга усилить. Основной темой форума все же стала цифровизация бизнеса и ее влияние на экономический климат. Спикеры, а это топ-менеджеры компании ГИС, разрабатывающие одно из передовых приложений для работы с клиентами, рассказали о своих впечатлениях, полученных от работы с имичами. На самом деле все очень просто. На сегодняшний день большинство людей, и тем более новое поколение, это люди, которые уже выросли с телефоном в руке. Поэтому, конечно, очень актуально, чтобы бизнесы быстро переходили на новый формат, оцифровывали своих клиентов и переводили, автоматизировали свой бизнес в электронный формат, в диджитал-систему. Я осталась в пандемии без работы, поэтому урок был очень хорошо усвоен. Первый, самый главный урок – это то, что можно зарабатывать по-другому. Еще одно веяние времени – франшиза. С ней многие омские предприниматели уже знакомы. Одно из преимуществ такого подхода – возможность превратить конкурентов в партнеров по бизнесу. Вы знаете, различия очень большие. Почему? Потому что в моем линейном бизнесе, которыми я занимаюсь более 12 лет, расходная часть – более 800 тысяч в месяц. В моем бизнесе по франшизе это всего 3 тысячи рублей в месяц. Также, ну, вы понимаете, что в линейном бизнесе мы все друг другу конкуренты. Как бы мы ни дружили, мы все равно являемся конкурентами. В бизнесе по франшизе мы все друг другу партнеры. Каждый партнер мне помогает. Также помогаю я. Если говорить о безопасности приложения УДС, продвигаемого компанией ГИС-100, то, по словам участников форума, клиентами компаний становятся в том числе банки. А что касается хакерских атак, за 7 лет существования приложения они были, но ни разу и киберпреступники, и систему не взломали. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова